Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранча и вы ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим вкусный деревенский обед. Самая вкусная еда получается из простых продуктов. А чтобы приготовить вкусный деревенский обед, есть один маленький секретик, которым я поделюсь с вами в процессе приготовления. Всем желаю приятного просмотра, а если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Нам нужно взять вкусное сало. Не весь этот красивый кусок, а граммов 150 я сейчас от него нарежу. Пластиночками примерно миллиметров 5. Сковородку я поставила разогреваться на среднем нагреве. И выкладываем сюда кусочки сала, чтобы сало у нас немножко подтопило, дало нам жарка. Три крупных картошки я сварила в мундире и охладила. Картошка должна быть обязательно холодной, чтобы она у вас не разваливалась. Картошку разрезаю пополам и буду нарезать на небольшие кусочки. Хорошо, если у вас картошка осталась с вечера. Она успеет остыть и будет вот такая плотненькая, как у меня. Сало у меня с одной стороны немножечко подрумянилось и переворачиваем на другую сторону. Смотрите, какое красивое. Один средний лук я нарежу перьями. На заднем плане очень аппетитно шкварчит у меня сало. Отдает свой аромат. К салу я добавляю лучок. И перемешиваю немножко. С луком сейчас будет вообще не запахи, а песня просто. Лучок у меня слегка притомился, поджарился. Теперь делаем нагрев максимальный. Высыпаем сюда кусочки картошки. Адыгейскую соль я добавляю. Столовую ложку. Как ее приготовить, можете посмотреть, перейдя по ссылочке, которая появится в правом верхнем лу и в описании под видео. Здесь и специи, и чесночок, вот все, что нам сюда нужно. И быстренько все перемешиваем. Далеко не отходим, нужно будет мешать часто. А теперь секрет, который я и обещала. К столовой ложке панировочных сухарей я добавляю пол чайной ложки копченой паприки. Перемешиваю. И эту смесь насыпаю в сковородку картошки. И все перемешиваем. Сейчас у нас образуется хрустящая сухарная корочка, очень вкусная. С копченой паприкой это будет очень-очень вкусно. А для подачи я нарежу несколько веточек свежего укропа, граммов 10. Деревенский обед на одной сковороде у меня готов. Посыплю нарезанным укропчиком. Насыпаем на тарелочку. Это так легко приготовить и так вкусно получается. Добавляем свои любимые соленья и можно пробовать. Вкусно. Сухари не только дают нам румяную поджаристую корочку, они еще впитывают лишний жир. А с солеными огурчиками домашними это вообще очень вкусно. Делитесь этим рецептом с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok